Ты уже снимаешь? Да. Нас спрашивают, для чего этот проект? Этот проект не для чего, он о чем? Это проект об Украине. Для меня Украина это в первую очередь люди. Люди, которые живут в Украине, ее граждане. В 2004 году я видел много очень интересных людей. С тех пор, к сожалению, я видел их все меньше и меньше. И в последнее время не вижу совсем. И мне хочется найти этих людей. Я знаю, что они есть. Но по каким-то причинам они исчезли из поля зрения. И хотелось бы дать этим людям возможность высказаться. Дать им возможность рассказать о том, какой они видят свою страну. Какой они хотели бы ее видеть. Потому что я недавно задумался о том, что ведь Украина это не она и не он. Украина это мы. Украина должна быть и будет такой, какой мы хотим ее видеть. Простые люди. Те, которых не показывают по телевидению. Хотя, наверное, хорошо было бы, если бы их показывали. И возможно, что хорошо было бы, если бы этим делом занимались профессиональные журналисты. Но, к сожалению, я не видел с их стороны таких попыток. И поэтому придется сделать это самим. Но возможно, что это и неплохо. И также есть примеры, которые вдохновили нас на этот проект. В Соединенных Штатах Америки был снят фильм под названием «Гимн». Когда две молодых девушки, тоже непрофессиональные операторы и непрофессиональные режиссеры, просто путешествовали по Соединенным Штатам Америки. Спрашивали разных людей о том, что такое американская мечта. Что такое для них их страна. Какой бы они хотели ее видеть. Получился очень интересный фильм. Может быть, не для широкого потребления, но для некоторых людей. В частности, для меня он был очень интересным. И я надеюсь, что этот фильм, наш проект тоже получится интересным. И хотелось бы просто показать разных людей из разных мест в Украине. И мне кажется, что результаты тех ответов на те простые вопросы, которые мы хотим им задать. Что такое Украина. Что для них быть гражданином Украины. Какую Украину они хотели бы оставить своим детям и внукам. Как, по их мнению, двигалась наша страна с момента независимости по сегодняшний день. Двигалась ли она в том направлении, в котором они хотели бы, чтобы она двигалась и пришла в направлении той цели, которую они хотели бы достичь в течение ближайших 20-30-40 лет. Мне лично кажется, что, несмотря на то, что мы двигались в разных направлениях, в целом движение было, наверное, в нужную сторону. Не могу сказать, что ни один из наших президентов за все это время не совершил каких-то непоправимых ошибок или шагов, которые бы зачеркнули возможность нашу достичь того будущего, о котором я думаю, которое я бы хотел видеть для себя и для своих детей и внуков. И я думаю, что ответы на эти вопросы будут для нас очень интересными. Поэтому и получится интересное, скажем, собрание мнений об Украине, интересная зарисовка об Украине устами простых людей, ее граждан. Собственно, вот о чем и для чего этот проект.